4 августа прошлого года многоэтажный дом номер 8 по улице Брайлина, расположенный при въезде в микрорайон Горняк, в одночасье стал предметом пристального внимания всего медийного пространства Украины. Брошенная почита преступной халатности с балкона верхнего этажа сигарета стала причиной пожара, уничтожившего жилье с 5 по 9 этаж. От огня пострадали 54 квартиры, 33 из них были полностью уничтожены. Сегодня вопрос о судьбе жителей и здания находится на контроле у городской власти. Уже полностью отремонтирована и утеплена кровля. Накануне Нового года во всех квартирах и в коридоре на пятом этаже пострадавшему время пожара появились новые окна и балконные блоки. Чугунная, отжившая свою систему канализации, и водопроводные линии заменены пластиковыми. Накануне нашего посещения строители получили новые современные батареи. Уже закуплена сантехника. О ходе восстановительных работ рассказал прораб ООО Индустриального союза промышленности Донбасса Василий Круг. Приступили мы к работам по этому дому в ноябре месяце, не ожидая финансирования, не ожидая договоров, потому что понимали, что нужно было сделать кровлю. Полностью поменяли кровлю, сделали, поменяли ливневую канализацию, восстановили все шахты. Все, что было по улице на крыше сделать, мы успели сделать до холода, для того, чтобы можно было закрыть окна. После подписания договоров, заключения договоров, это было в конце декабря, мы приступили к утеплению дома. То есть до 31 декабря я один этаж закрыли окнами, полностью утеплили. И до конца месяца мы планируем закрыть весь дом полностью, 100% окнами. Внутри выполнены стояки и канализации, они через кровлю выходят, их нужно было сделать по теплу, они выполнены. Сейчас идут полным ходом работы по восстановлению перегородок, восстановлению... В декабре во время сильных морозов от жителей четвертого этажа в исполком поступила жалоба. Люди сетовали на то, что в их квартирах холодно, хотя батареи горячие. Как изменилась ситуация за последнее время, мы поинтересовались у Анны Павловны Даниловой, квартира которой расположена на четвертом этаже. Я пожила и очень довольна. Батареи горячие. А потом, гляжу, окна прибезли, окна ставили, стучат. Еще теплее стало. Ну и на улице уж тепло. Побщавшись со строителями, которые занимаются ремонтными работами, и жителями дома, мы убедились. Разговоры о том, что администрации города на погорельцев наплевать, совершенно беспочвены. На сегодняшний день сделано все возможное, чтобы люди могли быстрее вернуться в свои квартиры, полностью восстановленные после трагедии.